Заседание очередного оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции прошло в правительстве Хабаровского края. Его провёл заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Темпы распространения COVID-19 нарастают. За неделю в регионе зарегистрировано 466 случаев заболевания, на предыдущие 319. Участники штаба поддержали предложение Роспотребнадзора вернуться к ограничительным мероприятиям. Работодателям рекомендовано перевести на удалённый режим работы лиц старше 65 лет и беременных женщин. Как отметила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Зубун, в эпид-процесс сейчас вовлечены все группы населения. Отмечается рост заболеваемости среди молодёжи и людей среднего возраста. Темп прироста заболевания новой коронавирусной инфекции вырос на 46%. Значительно возросло количество случаев болезни среди детей и взрослого работающего населения. У жителей старшего возраста наблюдается небольшое снижение. «Мы видим, что большая доля привившихся против COVID-19 приходится именно на эту категорию граждан», – рассказала Ирина Зубун. Наибольшее количество заболевших фиксируется в Хабаровске, Хабаровском районе имени Лозо и Охотском. В Охотском районе с 26 мая зарегистрировано 165 случаев COVID-19. За последнюю неделю 82 случая, в том числе 12 детей. Из них 11 посещали образовательные учреждения, в том числе и летние оздоровительные лагеря. Сохраняется карантин в поселке Новая Устья и селе Вострецово. В эпид-процессе также задействован поселке Охотск, морской аэропорт, село Булгин. В Охотскую центральную районную больницу госпитализировано 16 человек, один в состоянии средней тяжести. 29 человек ранее были эвакуированы в больницы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Большинство заболевших проходит лечение на дому. Бесплатными лекарствами обеспечены. Ввиду сложной эпид-обстановки возобновляется практика вылетов в северные районы края только при наличии справки об отрицательном результате анализа ПЦР на наличие новой коронавирусной инфекции. Она должна быть выдана не ранее, чем за три календарных дня до даты вылета. Те, кто имеет регистрацию в северных районах края, анализ проводится бесплатно за счет средств резервного фонда правительства Хабаровского края. Также бесплатно он делается тем, кто вылетает для ухода на дому за лежащими тяжелобольными близкими родственниками в случае смерти гибели близких людей. В отношении сезонных рабочих, вылетающих в северные районы края, для работы вахтовым методом также необходим ПЦР-тест и наличие документа, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19. По сообщению Краевого Минздрава, за последнюю неделю в регионе развернуто еще 110 коек. Уровень загруженности составляет более 90%. К открытию ковидного госпиталя готовится городская больница номер 11. Там после лечения жителей края открывают 150 мест. Михаилу Дегтяреву удалось договориться о дополнительном выделении 10 миллионов масок и 65 тонн дезинфицирующих растворов за счет средств Федерального резервного фонда. Кроме того, Министерство социальной защиты передало в больницы края около 100 кислородных концентратов. Система здравоохранения пройдет еще один этап работы в режиме высокого напряжения и справится. Но те люди, которые уходят без масок, те, кто выступают против иммунизации, своими действиями приводят к непоправимым результатам. Ведь наши жители умирают от ковида каждый день, подчеркнул Евгений Никонов. По распоряжению зампреда Министерства здравоохранения Хабаровского края проработает вопрос об открытии пункта вакцинации в арене Ерофей. Всего вакцинацию против коронавирусной инфекции в Хабаровском крае прошли 130 тысяч жителей. Также участники штаба приняли решение перевести в онлайн-режим проведения первых международных детских инклюзивных творческих игр.